Сегодня у нас 6 сентября, продолжаем работать. Здесь у брата Никиты на огороде картошку выкапываем. Вот мы выкапываем, сыгнать носим. Вот еще Надежда Васильевна идет видимо на помощь к нам. Не знаю с какой стороны к вам заходить. Благослови меня. Так это долго туда не было. Да, поздно встану сегодня. Поздно встала, поздно ела, поздно пришла. Причти меня, Хрюша, радуй. Артисте, надо вовремя. Матушка, когда уже смотри, она раздетая как, а ты наздевай ее на себя. Один в тужурке, это разве работник? Покажи. Это не тужурка, Игнать Тихонович. Мало того, он еще и зубами щакает, а грызнется. Он грызнет вообще. Зубами щелкает, ощутение шерсти. Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть. Но видя то, что тут не перед стадом, впустился мой хитрец в переговоры. Так что, если человек одет и плотным, в теплую погоду, это означает, что он не боится, что спотеет. То есть работает не до пота, а нарушение заповеди. Так, все, с Богом, давай приступай. Вон туда иди. Не люблю, когда опаздывают, это не годится. Какой стороне? Все по-другому тут тогда выглядит. Вон там, в ведре лопаточки. Вон там. Покажи, где. Смотри. Благодарю Богу, что хоть пришел. Смотри. Такое богатство. Сколько хрену. Самый хреновый огород на всей окрестностях. Не могу, потому что. Это тысячи кормей, не сотни, тысячи. Это вон до туда надо идти, до того конца. А там еще не засеяно. Да, один хрен растет. Матушка говорит, два раза пахать надо. Тут ну один-то раз не пахнет, не только два. Ты что одежу-то бросила? Э! Там одежа сейчас валяется. Матушкина. Вот как. На ходу сбрасывала, как будто бы человек бежал плененный откуда-то. То есть от безделия, с ночного сна она с радостью бежала и по дороге уже сбрасывала. А тут целый час ползает молодой человек и все пуговки застегивает на ту журку. Вся сила уходит в оговорки. Снимай с себя, снимай. Где хотите. Там уже собрано, вот здесь сидите. Там возьмите это в бедре палочку, вон в пакете. Не старается. Посмотри, матушка, женщина, девятый десяток лет. Ту же самую работу делает. И ты посмотри, насколько она больше успевает сделать. Почему? Она раздетая. Насколько больше? Ты бы знаешь... Насколько больше больше? Насколько больше? Насколько больше? Ну мерите, если начнем, то покажем. Ну померите, покажите. Алексей Сисков, Алексей Семенович. Он был главный агроном совхоза Корченский. Это тысячи гектаров. И к матушке он относится не просто с уважением, а с благоговением. Какая она труженица и сколько она знает по сельскому хозяйству. Вот как. Вот и подсчет провел. Главный агроном. И главное, выделили ему участок для того, чтобы развести сады. Самые непригодные. Люди говорят, да там еще не растет. А директор сказал, у Сечкова все растет. Ну я не знаю сколько он, но я думаю, что тысяч тонн чернозьму привез. Вода, все. И туда со всей окрестности поехали люди брать там облепилку и прочее. Это талант. Талант. И он трудится. И он замечает. Понимаешь, нет? Он только пройдет, сейчас вот на поле только глянул, он сразу понимает. Кто труженик, кто больной. Так-так-то. Да ладно, еще работаешь. А говорится, никак не надо. Всегда человек должен принять, если это правильно. Ну представь себе. Только заходит бабушка и тут же одежа, вон она ее. Она не дошла даже до нас. Ну и теперь мы говорим на весь мир. Что? Ветер холодный, поэтому... Тогда она только шла на работу и дороги все уже скидывала. Почему? Она ринулась на свою любимую работу. Алексей Сисков это очень самостоятельный человек. Очень. Ну правда, были в жизни ошибки, что вступил в партию. Как говорится, затянули туда. В партию вступал. Но ни в каких делах не участвовал. Хотя, конечно... Это большое... Вот. Вот видишь, все делается. И далеко вроде бы стараются. Ну он там. Никита плохо работает, только все выбрал уже. Смотри где. Что проделаешь? Ну вот это хорошо, когда не надо. Вот ты сейчас еще ходить сколько время будешь? Так я не знаю, где садиться. Ну вот тут и садитесь. Садись. Матушка не стала спрашивать. Она села и поплыла. Придут позже, да еще и других отвлекают. Руками машут. Показали как-то один раз в Австралии. Приезжали, соревнования было на ВДНХ. Как стричь овечек? Сколько овечек можно о стричь? Говорит. Ну, 12. Мастера там 20. А вы сколько? Он говорит, 531 овечку. Как? А какие овцы? Он называет там овцы-то по центру. Ну, из Австралии. Но я, говорит, не чемпион. Чемпион мой брат. А можно быстрее? Говорит. Быстрее нельзя. Наступает смерть. Наступает смерть. Врачи проверяют. Сердцебиение. А как? Барана подбери. 136 килограмм. Он зарогает. Одним движением посадил. И в это время уже идет. 54 секунды шуба долой. Нигде прорыва в шерсти нет. У нас бедная овечка кровью истекает. И уши ей порежут, и горло. Свалят ее, вяжут ее. А он не вяжет еще. А у нас, говорит, как? Трое, говорит, ловят. Трое вяжут. Пятер руками машут. И всем надо заплатить. Я просчитал это еще в годы советской власти. Я понял, работать надо все время на пределе. Вот японцев, как только журналист и человек поступают, он уже знает, дома ему не жить, где он жил. Ему отдельное место будет выделено, городок журналистов, с семьей. Его не надо искать, звонить, они там живут. А машина собирает и прочее. Ну, я не проверял. В шесть раз быстрее советский. А дальше-то закручивает дверь. А может быстрее, говорит, нельзя. Наступает смерть. То есть это не в такт сердца превышает возможности. Вот это работа. А у нас начинают смотреть, а сколько он съедает. Да в шесть раз больше японцы, говорит. Вот это да. Они все равно повышают, не повышают. Один поехал, там обмен был студентами. Я, говорит, семье, да у него ту журка, как у наших этих, ну, ПЗУшники. Все черное, он на все пуговки застегнутый. Жара такая, люди там полураздетые. Он говорит, а почему? Как они, любой может, пусть попробует, как я. Он вырабатывает это. Это нация очкастая. Они выписывают иероглифы, там смотрят, глаза портят. Да так. Он соглашается. Это в самом деле, говорит, это очень трудно и прочее. А где, говорит, два часа ехать мне до занятий? Ну, можно поближе. Намного дороже. А я еду дорогу и учу. Я время не теряю. Вот как делают люди. Время не теряет он. Как я, пускай кто-то попробует. А что они боятся? А у нас я. Сказалось ли? Ой, апостол говорит, я более всех потрудился. Ой, ой, ой. Он сказал я. Буквы боятся как огня. Везде мы. Замыкались. Скотины стали. Ответственность. Я и Бог будем стоять друг перед другом. И Бог будет судить каждого. Надя, через плечо не кидай. Рядом где-то делай. Картошку так бьете. Ну, организуй кучку рядом. Ползешь и делай. Ну, я не буду говорить матушке. Вот она взяла. Иди ползи около нее. Вы вообще в этом деле не разбираетесь. Ты приглядывайся. Агроном. Как она делает? Надо дальше идти. Я уже подхожу к вам. Давай. 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 Дальше. Ты разденься. У тебя вон еще сколько там. Видишь, как они не любят. Это не человек. Голос подает. Вот японцы набирают самых сильных. Я никогда не думал такие у них богатыри. А куда? Называется не вышибал. А когда в метро садятся, они берутся за ручки и поздно. А потом давят туда, чтобы дверку закрыть. Народа-то много. Давят. Сказать нельзя просто что-то. Я что рассказываю? Ты знал это или нет, Холестиков? Не знал. А что ты думаешь? Раз в 200 слышу. Что кунтуешь? Тебе надо слушать. Учиться и слушать. Не думать, что... Много знаете, а знания-то отвлеченные. Отвлеченные. Никуда не применишь. Один раз вот услышал. Все. В Китае 2 часа совершенно раздеты. Под 40 градусов мороза в снегу лежит. Солдаты. Спецназ. Зима. А сегодня у нас 25 градусов может быть. Все. Окутался. Не стыдно. Ничего. Холодный ветер. Ветер-то холодный. Невозможно как. Вон она, матушка ползает. День холодный. Только пришла. Это первые минуты. Я вот начал снимать себя. Утренний пижак. Волота вроде бы. Стало работать. Сейчас мне жарко. Хоть рубашку снимай. Вот так. Учитель работать. Советская власть учила. Норма. Не выполним норму. Значит, еще и не получишь. А норма. Это надо было работать. Потеть. На картошку. На все были. СНИП называлась. Единая норма растения. СНИП. Единая. Я прорабом был. Закрывал когда. Какое дерево. Какое дерево. Какое дерево. Твердое или такое. Какая земля. Какой категории. Встречаются ли камни. Сколько кубометров должен ты выработать. Он пришел метром раз выработал. И сколько за это стоит. Все. Сейчас ничего нигде нету. Одна болтовня. Болтовня. А какая норма. Он даже не знает этого слова. А тут советская власть права была. Мы вот работали. Базу ремонтировали. И все переплеты в окнах. Я везде замерял. Давал норму. И по норме. И никогда возражений никаких не было. Мы делали быстро все. Качественное. И что на суде начальник Крышков. Михаил Федорович. И показал. Полбанки краски останется. Мы обратно возвращаем. А они не принимают. Он говорит. Материалы уходило на ремонт. Говорит. В три раза меньше. У Латкина. Вот так. Это все в книге отображено. Все. Приступаем. Это справа водяки не оставляют. О. 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 О.